Здравствуйте! Сегодня у нас такой необычный для нас формат. Полу-лекция, полу-открытый урок. Мы записываем это для наших коллег из Москвы, которые заинтересованы в сотрудничестве с нашим колледжем. Это Всероссийский стал-фестиваль. И меня попросили сделать такое публичное выступление. Представив своих учеников. Тема «Работа над осмысленной интонацией». Как всегда, я начинаю. Давайте договоримся о терминах. Все конфликты на Земле – это всегда конфликт о словах. Кто-то чего-то не понял, кто-то иначе истолковал и начинается. Что такое интонация? Какие у вас будут попытки определения? Отношения между звуками. Очень хорошо. Отношения между звуками. Высотное ритмическое временное. Ну, ритмическое временное почти синонимы. Высотное ритмическое отношение между звуками. И еще какие будут. Отношения между звуками, выражающие. Которое может выразить какое-то состояние. Образы, да. Либо передание образов. Замечательно. Вот сразу видно, что Володя был на лекциях Бершацкой. Потому что чуть-чуть процитировал определение Татьяны Сергеевны. Музыки. Музыка по Бершацкой. Есть результат, звуковой результат, неизбывного желания человека выразить свое отношение к миру в звуках. Вот выражая свое отношение, мы, конечно, так или иначе формируем то, что теоретики определяют как художественный образ. Спорят, опять же, об этом, что есть образ. Но в музыке, как в звуковом искусстве, есть предмет, есть материал. Материалом музыкального искусства является интонация. И абсолютно правильно Лиза сказала, что началось со слова отношение. Не просто звук и не просто звуки, а именно взаимоотношение между звуками, порождающее осмысленное действие. Если я беру произвольный звук один, сам он по себе не имеет ни отношения к самому себе, ни музыки. Просто тонированный звук. Но стоит к этому звуку добавить любой другой, и в этой паре уже возникает взаимоотношение, взаимодействие. От того, насколько внимательно мы относимся к возникающим микро- и макровзаимодействиям между звуками, зависит то, насколько осмысленной становится наша музыкальная речь. К сожалению, в последние несколько десятилетий наблюдается такой активный и небесспорный, на мой взгляд, процесс, а скорее, по моему мнению, даже бесспорно негативный процесс, небрежение к интонации как таковой. Вплоть до того, что появляются концепции вне интонационной музыки. Музыка звуковых сгустков, музыка кластерных полей, музыка соноров и так далее. С подачи тех специалистов, которые открыли миру сферу электронной музыки, которая может обволакивать наше восприятие очень яркими фантомными образами, не базирующимися ни на чем реально, кроме цифровой программы, это занимает все большее место в окружающем звуковом эфире и, по-моему, не так безопасно, как может показаться на первый взгляд. Коль скоро музыка сама по себе, как звуковое явление, имеет отношение к человеческой личности, то она тесно связана с другим звуковым проявлением человеческой личности, а именно с человеческой речью. Музыка и речь – это два параллельных феномена, которые связаны и материалом, и предметом, и способами развития себя. Для того, чтобы стать осмысленной, человеческая речь нуждается в структурности. А структурность появляется там, где появляется членимость на части, на сегменты, взаимодействие близко поставленных и далеко удаленных сегментов, порождающие синтексис, порождающие сопряжение частей речи. И в этом смысле национальные музыкальные культуры очень интересно наблюдать в их связи с языком, на котором разговаривает тот или иной народ. И оказывается, в мире европейского искусства, это я повторяю снова тезис Татьяны Сергеевны Бершацкой, есть две музыкальных культуры, внутренне очень глубоко близких и в то же время очень различных, которые на протяжении очень длительного периода находятся в постоянном диалоге. Это русская и немецкая. Именно в романтическом XIX веке в первую очередь расцвели и во многом затмили другие национальные школы эти две. И один из секретов, который Татьяна Сергеевна раскрывает в своих лекциях и книжках, связан с языком. Дело в том, что в отличие от других европейских языков, именно русский и немецкий обладают способностью к не только членимости речи на сегменты, но и к изменению этих сегментов, причем весьма существенному изменению, сохранением смысловой основы. То, что в русском языке делается при помощи падежей, при помощи суффиксов, реже при помощи перемены мест в предложении, при помощи окончаний. В немецком языке делается в первую очередь при помощи морфологических слияний, тех же суффиксов и артиклей. Изменчивость поддается и сам корень. Причем в русском языке это изменчивость на порядок даже больше, чем немецкий. Но так или иначе, ни в английской речи такого нет, ни во французской речи такого нет, ни в итальянской речи такого нет. Это другие языки с другой природой. И когда говорят о том, что итальянский язык музыкальный, да, он фонетически музыкальный. И на итальянском языке удобно петь, он язык гласный. Но структурно он дальше от той музыкальной мысли, которая рождена в первую очередь русской и немецкой культурами. В качестве примера такой изменчивости внутренней конструкции, которая позволяет сопрягать разные части музыкального целого, Татьяна Сергеевна приводит Адажево из Пятой симфонии Чайковского и из Спящей красавицы, знаменитой Волтарновой. Это первая фраза, которая подвергается существенному изменению во второй раз. Что приводит к модуляции, связанной с другим окончанием исходного материала. И эта модуляция наступает в ключевом тоне, образующего тритоновую интонацию и новый знак диез. Ведущий в сферу доминатор, но в данном случае в третью ступень слабого доминатора. Вот пример, на мой взгляд, весьма красноречивый. Потому что, да, есть исходное, которое в процессе переизложения во втором предложении подвергается некоему изменению, влекущему за собой существенно новое качество. Но между тем мы все равно узнаем, что и то, и другое имеют отношение к исходному, они связаны между собой. Они вступают друг с другом, эти две части, в содержательный диалог, как А и Б, выражаясь сухим языком теоретика. Но в основе всего этого лежит не только рассуждение о структуре, но и очевидным образом рассуждение об интонации, лежащей в основе этой самой структуры. Потому что если бы все это осуществлялось при помощи цифрового кодирования, наверное, ничего бы не получилось. Разберем интонационную основу этого кода Чайковского, назовем его так. Здесь у меня есть такая заготовка, которую я предлагаю своим студентам, никоим образом не навязываю, которая оперирует такими понятиями, как интонационное зерно и его развитие. Как правило, зерно – это та структура, которая минимальна по количеству входящих в нее элементов, но при этом обладает степенью узнаваемости. То есть, с какой ноты, знаете, как у Володи Сапельши, угадаю мелодию, с трех нот, с четырех нот, игра, с какой ноты, с какого звука наступает момент осознания индивидуализации, индивидуальности этой интонации. Очередным образом, это не есть еще интонационное зерно. Но с четвертого звука оно начинает прорастать. Уже на четвертом звуке возникает индивидуальность. А на пятом она просто уже формируется. За счет чего Чайковскому удается из элементарного набора средств создать пятизвучное зерно. Задавая движение в одном направлении, нисходящее от опорного тона, в данном случае тоники, вниз, он находится пока в зоне общей формы движения. И так далее. Но возвращаясь к опорному тону, минуя промежуточный, он образует интервал от шестой ступени к первой, обладающий довольно сильным потенциалом действия. Так называемая ангемитонность, бесполутоновость разрешения. Как если бы мы совершили по-чешски, по-дворбиковски это необычно, это не стандартная для, по крайней мере, русской музыки интонация, для чешской часто встречающейся, кстати говоря, и для американской, чернокожей в частности. В сочетании с первым нисходящим движением образуется известная противоречия. Оно минимально одно движение противоречит другому, оно его как бы перечеркивает. Но оно уже достаточно, чтобы мы узнали этот тематизм. А то, что Чайковский завершает его на водном тоне, придает этому еще и элемент некоторой остроты. А дальше он начинает это зерно развивать. В первом витке развития использует только ритм и идею окончания. Во втором витке развития используя секвентное продолжение первого но вот в этой точке явно задумался на тему а как это имеет смысл продолжить. Достигнута высота с которой нужно вернуться. С точки зрения логики развития вот этого микроэлемента первого предложения этого периода получается, что заключительная фраза второй виток развития она как бы шаг назад потому что это богато а это это как бы застопоренное развитие. Но Чайковскому важно обратить наше внимание на эту точку стопора потому что именно с ее изменением наступит решительное преобразование во втором предложении. Получается, что как бы самый интонационно незначимый элемент в контексте первого предложения становится самым значимым структурно потому что именно с ним произойдет принципиальная перемена и возникает осмысленная фраза. В другом примере из Чайковского медленная часть третьей симфонии сходные по интонационному составу волны развития зерна приводит к более развернутому по времени развитию сейчас напомню эту музыку из Чайковского «Музыка» «Музыка» Здесь очень долгая по скорости развертывания музыкальная мысль построенная на зерне абсолютно общим. Другая логика. Это зерно мы узнаем не потому что оно какое-то индивидуальное оно самое общее но вся последующая речь построена на возвращении к этому общему месту ему противостоит другая фраза и все время к этому трехзвучному что здесь здесь попытка успешная попытка соединить общее с неожиданно необщим вот эти всплески широких интервалов образующие длинную секвенцию они противостоят вот этому спокойному утвердительному кстати говоря идея построения интонации из совершенно очевидного общего места она она присуща чайковскому во многих сочинениях яркий пример это щелкунчик одна из самых любимых с детства тем которая просто выросла из гаммы просто гамма ничего что делает ее индивидуально литмизация ритм совершенно верно остановились и быстро договорились и второе конечно это гармонизация потому что вне вот этой неожиданной гармонии минорная гармония второго септа на опорном тоне в мелодии многое в этой теме пропадает ну или шестой симфонии в известном смысле вся внутренняя драматургия которая построена на конфликте троцового и квартового начала где из терции вырастает медленно-медленно проращиваясь вот до такого состояния и достигая апогея побочной где терция становится истоком вершины с торцового тона лирической темы и противостоящий этому мир кварт который первый раз взрывно представлен в разработке первой части просто тайфуном оборвавшийся в этот мир уничтоживши истоком оборвавшийся апогея достигший блестящим скерцег который совсем не шутка где квартовая тема просто такой законченный марш нелюди марширующий рад побед неизвестно над чем я категорически против той практики когда марш с шестой симфонии используют как праздничную парадную музыку ничего себе праздничек особенно предшествовавший вот этому когда уже все так сказать развалилось так вот для Чайковского интонационные коды интервальные коды в его поздних сочинениях таких как щелкунчик шестая симфония они выходят уже на уровень символический для него кварта интонируемая в горизонтальном или вертикальном виде помните да перед рекризой этого марша тромбоны с трубами просто эти кварты рякают поперек всякой функциональной благопристойности кварта это символ неживого начала а терция символ живого пусть страдающего или восхищающего но живого это метафизическое столкновение но интоллигий осмысляя эти интонации так он осмысленно строит интонации не просто так у него побочная начинается с терцового тона и все время в этих терциях живет кстати говоря примирителем шестой симфонии или таким моментоморным примирителем выступает нисходящая гамма как полководца мусорского помните жизнь вас поссорила я помирил дружно вставайте на смотр мертвец так вот нисходящая гамма всякий раз появляется там и тогда где исход битвы уже предрешен победная после тоже маршал победить и тот еще так вот чтобы прийти к такому пониманию интонации как символа вернее интонационного кода интонационного зерна как символа Чайковский проделал очень длинный путь начиная с тех более ранних произведений где он порой бывает очень велелечив очень извилист в изложении своей музыкальной мысли напомню что не просто так его мело скоренится в сфере городского бытового романса для романса характерна некоторая словесная избыточность так вот для того чтобы в нашем время не уподобиться тем многочисленным замечательным авторам жестокого романса 19 века все-таки остаться на уровне пристойного академического музыканта нужно постоянно держать в узде свое стремление к музыкальному велеречию растеканию в детали а для этого помнить интонационный код то зерно с которого мы начинаем свою мысль и независимо от того в каком жанре осуществляется ваше творчество но если вы постоянно держите в фокусе внимание исходное интонационное зерно а если вы держите его вы над ним работаете то у вас получится надежный результат бывает конечно так когда очень яркое интонационное зерно находящееся в фокусе настолько превалирует над волей творца создателя что все на что его хватает это многократное повторение этого зерна таких примеров очень много особенно в сфере эстрадной легкой музыки масса примеров того как находится очень яркий оборот очень точный осмысленный а что с ним делать дальше автор не знает харистоматийный пример это с вот это вот выскочил название группы напомните пикпой так пикпой гениальный код на самом деле он не нов потому что в этом мире вообще все не ново он апеллирует к крестообразным темам баха но он абсолютно точен и врезается в память благодаря своей образной тембровой ритмической и интервальной лопидарности но ведь с этим ничего дальше не происходит единственное на что хватило группу это по моему на 22-м подряд проведение этого кода его гармонизовать кстати подобная гармонизация сразу опустила планку потому что его структура другая она структура уменьшенного лада а не прямого то же самое мы наблюдаем очень часто в современных эстрадных песнях например мне кажется что подчас весьма изобретательно ярко находит исходную интонацию Игорь Корнелюк у него в песне бывает точное попадание в какой-то образ но развитие этот образ как правило не получают возможно я предъявляю эстрадные песни требования которые не надо предъявлять хотя я когда мне такое говорят я тут же закрываюсь а как же Адунаевский или блистательный пример из советской песенности песня которую пел утесов утесов у черного моря пример блистательный по работе с интонационным кодом и со структурой это период с расширением и дополнением в котором каждый элемент абсолютно на своем месте остановка на этом месте не на совершенном кодальте порождает расширение а остановка на слабую долю порождает дополнение очень выразительно и структурно и интонационно хотя все на предельно простых элементах построено так вот держать во внимании исходное интонационное зерно помогает работать с полифонией собственно говоря единственное чему полифония как наука по-настоящему учат это внимание к исходной интонации потому что правильно выполненная фуга обычно содержит всего два максимум три материала в которой один материал есть то что называется темой другой то что называется противосложением третий может быть может не быть то что называется интермеди а в лучших образцах они один из другого проистекают и проанализируешь примеры из маэстро Баха и так сказать остается только развести руками поаплодировать сказать как точно все выполнено как говорил Борис Иванович Теченко не стремитесь к оригинальности каждый оригинальный настолько насколько ему Бог дал стремитесь к точности и точность баховских конструкций можно так сказать она заложена в предельном внимании к исходной интонации возьмем фадис минорную фугу из первого тома так же как у Чайковского исходная интонация восходящее движение в терцию там кроме этого вообще ничего нет на протяжении двух страниц вот вся идея почти цитата из шестой симфонии шестой Субтитры создавал DimaTorzok Все вырастает из этого Каждый этап преобразования держит в фокусе исходную интонацию Казалось бы, новое качество появилось в секундах Которые, всхлипывая на ла-менто, короткими лигами Начинают несколько новую структурную мысль Но они же расположены в террасе Которые просто ритмически разбиты И так все А в интермидии, которая дальше разворачивается к терции Просто приставлен субзвук, превращающий ее в кварту распедую Расширение за счет прибавления одного звука из-за такта Не меняет сущности исходной интонации Она все равно остается внутренней трансформы Это не вот это Ну и таких примеров много Их начинаешь анализировать, складывать И задумываться только над тем Ну хорошо Если стремление к удержанию исходной интонации в поле своего зрения Является таким ремесленно необходимым условием для композиторской работы Чтобы связать музыкальную речь в осмысленное изложение того, что ты хочешь выразить То почему против этого очевидного правила Ведется такая активная атака с самых разных сторон Вернусь к тому, с чего начал Одни вообще отрицают интонацию В ней интонационная музыка Другие ищут способа, ну скажем так, разнообразить собственную музыкальную речь Через множественность зерен Мозаичные конструкции так называемые Это тоже очень распространенный прием из области постмодернистского морока Который, вот для вас, Анатолий, на заметку Очень хорошо работает для создания так называемых звуковых обоев Если нужно рассредоточить внимание слушателя Переключив его на что-то более важное На титры, на картинку и так далее То тогда нужно просто построить неповторную текучую фактуру Где эти интонационные зерна будут растворены в своей множественности Это аналогично тому, как работать с коллоидными растворами Что нужно сделать, чтобы в коллоидном растворе вырос кристалл Для этого туда нужно бросить одну нитку Если бросить две, кристалл не вырастет То есть множественность убивает значимость Значимость всегда единична Это примерно то, за что Инквизиция в 1600 году приговорила Джордана Брун от сожжения Логику из вытов понять можно Ибо предположение о множественности миров, которое высказал Джордана Автоматически снимает с человечества ответственность за собственное существование А вот осознавая, что мы единственная разумная субстанция во Вселенной И неся крест этой ответственности с осознанием дела Может быть у нас и история была бы другая Я не говорю о том, что есть они или нет Нам это пока не дано знать И может и слава Богу Множественность это большая проблема И в построении музыкальной речи осмысленной тоже Вот говорят про многотемность у Моцарта Дескать, он как-то справлялся с этим Ну, во-первых, как известные исключения подтверждают правила А во-вторых, ну, подражать Моцарту бесполезно И многотемность Моцарта это не совсем множественность Это просто следование несколько иной логики построения формы Идущей от театральной режиссуры и театральной интриги А идеальная или близкая к идеальной форме Форма содержит не более двух находящихся друг с другом в диалоге В диалектическом компонентах Как главная и побочная партии, а ниже темы А иногда вообще это одна и та же тема Ставшая контекстуально партия Как запев и припев в куплетной форме Как два предложения в равноценном, значимом периоде И все это порождается интонационным зерном Давайте сделаем маленькую паузу, потом перейдем немножко к практике Во второй части мы попробуем применить вот эти вот теоретические рассуждения На простейшем примере В нашем классе есть человек, делающий самые первые шаги Только осваивающий вообще вот эту вот материю сопрягания звуков И задача, которая была поставлена Это сделать интонационные наброски Которые мы сейчас посмотрим, поанализируем И попробуем что-нибудь с ними поэкспериментировать Говорит на громче, не бойся Чтобы все слышали Мне показывать имена Да, вот интонационные Сама сыграешь, да? Откуда мы? Это уже пошло развитие Можно вот еще раз вот это? У меня смутно терзает сомнение, что я с этим встречался Замечательно Ты слышала эту музыку? Не знаю, может где-то она там сидит Но у меня не ассоциируется Это инвенция Баха Но это абсолютно замечательно, что ты именно в Баха попала Давай разберем, где здесь интонационное зерно Тут уже пошло развитие, уже второй голос Да? Мне казалось, наоборот Да Где здесь интонационное зерно И что ты с ним дальше планировала сделать? Ну вот я думала, вот верхний голос Для зерна слишком величиво, слишком много Вот уже здесь теряется Тем более, что отсюда пошла секвенция, повторяющая, исходная Вот, пожалуй, состоявшаяся музыка Потом она немного разбирается Понятно Но вот это начало меня расхитило Не ожидал Не ожидал А можно по поводу этого какие-нибудь рассуждения? Почему именно так начала? Ну, у меня сидело вот это вот, какое-то тоже гомообразное вступление Снизу, именно от баса, что вот оно А потом, что вот там Что-то такое полутоновое должно быть Ага Почему? Ну, наверное, да, я когда это слышала Когда ты слышал Это, кстати говоря, очень частое явление Существовала байка, что у Петра Ильича Чайковского была не очень крепкая музыкальная память И он мог забыть, что что-то слышал А потом выдать за свое В качестве примера приводит знаменитую финальную арию Ленского Что день грядущий не готовит Которая нота в ноту повторяет по интонационному составу Долину Абермана-Листа Но это байка Потому что много времени спустя Я, наконец, нашел у кого-то высказывание Которое навело меня на мысль, что Чайковский просто очень точно Передал характер этого несчастного юноши Начитавшегося книжек Придумавшего по этим книжкам себе любовь к Ольге И который все время говорит чужим языком Чайковский цитирует Листа Потому что несчастный Ленский цитирует романы И вот эти высокопарности Что день грядущий мне готовит Сойду в ее таинственную сень Так переживающий роковое обстоятельство Собственной дуэли Человек в реальности не говорит Это литературный штиль Поэтому и цитата На самом деле Вот в этой фразе Самым ярким является вот это Потому что само по себе гомообразное движение Оно нуждается в какой-то остановке Или в каком-то прерывании себя Для того, чтобы родить новое качество Бах в данном случае Это качество исчерпал Это уменьшенные сектимы Это, грубо говоря, контур ладообразования Баховского минора Есть еще какой-то набросок у тебя То, что мне не удалось разлить То, что мы смотрели Я пыталась, но как-то у меня заклинило Сыграть? Да, да, конечно Давай я правую руку сыграю Робеешь Играй левую И Записано Записано Так что сама по себе запуталась Где здесь интонационное зерно? Его определяли Вот оно А дальше уже его развитие В данном случае мы не ведем речь Об оригинальном качестве Не ведем речь о создании шедевров Спасибо, Господи А ведем речь о том Чтобы научиться складывать логично Музыкальную мысль Это нужно и пианисту, который работает И вообще исполнителю работает с чужим материалом И теоретику, который этот материал изучает Да и слушателю это нужно Чтобы понимать и лексический, и морфологический И синтаксический состав той речи, которая к нему Обращается Этот опыт, конечно, более совершенен Чем то, что ты попробовал принести сегодня Есть еще какой-то? Нет Нету Давай все-таки остановимся вот на этом опыте И попробуй к нему добавить некоторое продолжение Которое вышло бы за предел Вот эти Вот эти терции Потому что ты Я пыталась, но у меня то же самое просто ниже получилось Да, ты просто переносишь Вот рука перенеслась Ухо вслед за рукой перенеслось А звуков-то Как минимум 88 только на этой аппаратуре Пусть они все начинают расцвечиваться Но держи в голове исходную интонацию Вот она у тебя есть Попробуем поэкспериментировать Вот, например Я беру твою мысль Я перенес ведущий голос С верхнего вниз И практически повторил С небольшим изменением То, что в музыкальной науке Называется двойной контрапункт Поменяю местами Следующее, что можно сделать Я из исхода Пошел-то расплевать Как секвенцию Дальше опыт, который мы не пробовали А что если сделать так Я тоже самое спел наоборот Это инверсия, которая кажется чисто формальной Но в музыке очень много чего На самом деле рождается из формального взгляда Мы перед этим говорили, что музыка Это не только интонация, но и структура А структуру нужно уметь анализировать И иногда от нее Абстрагироваться от ее живого наполнения Вот живое наполнение не имеет интонации Начинай с нею играться Ладно Расширило лад с узела Больше сужать его вроде бы как и некое Поманипулировать с этим Интонация есть Володя, есть у тебя что-нибудь продемонстрировать? Не, не, не Я не знаю, может быть сегодня, что я делаю Ну вот, это немножко другая задача Есть такая же Сейчас посмотрим Посмотрим, что-то здесь Можно так, наверное, попробовать что-то сделать Наверное, с собой страдий нет? Нет, тогда вот этот вот Пример Гармоническое решение Без гармонии можно попробовать Да, попробовать Ну попробуйте, наверное Хотя я буду гармоничен Вот поработай с этим Далеко ушел Далеко ушел от исходного Начал интересно Сейчас Ну если в этом же, да, находиться? А если на ладу бы расширить? Ну, некая модальность Через тон перешел в другую опору Это было, да, но в принципе это Ты все равно в одном ладу Вот принцип модальных соединений Хорошо 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 Значит, единственное, от чего хочется предостеречь Это, как бы, никакое не писанное правило Но некая закономерность Когда в модальных сдвигах Соединяя один элемент с другим Вы попадаете вот в такую систему Уменьшенный сорт аккорд В любом его изводе Полный, неполный Вы попадаете в ловушку не менее опасную, чем увеличенную Потому что уменьшенный сорт аккорд Это, ну, выражаясь так немножко литературно Некая нежить Такое пугающее чучело мотвердевское Которое нас фуриями и заида стращает И при том, что он искусственно сконструированный Он абсолютно ладовый Через него сделать связку модальную В иную точку опоры крайне затруднительно Попадаешь в гармонический клише Поэтому Ну, это нехорошо Давайте еще Например Избегая уменьшенных Другая идея Которая не вытекает Ну, у тебя еще какой-то вариант Про Угу Сейчас получился почти Прокопьевский мелод. Собственно говоря, это один из методов работы с материалом. Ты держишь в голове исходное зерно и его модифицируешь, постепенно проращивая в заданном тобой направлении. Важно не только помнить зерно, важно еще и понимать, куда ты идешь. Можно один вопрос? Насколько длительным может быть разнообразное вариативное повторение этого зерна при отсутствии его реаритмизации этого зерна? Ответ на этот вопрос дал Людей Иванович Бетховин. Вот из этого 8 минут музыки, в которой ничего другого просто нет. То есть ритмизация может и не осуществляться в длительное время? Вопрос, во-первых, чувства меры, а во-вторых, изобретательности. Ну и какой-то контекстности, если она присутствует. Ну это уже не совсем музыкальное свойство. Я знаю музыкантов, которые за вот эту чрезмерную плотность варьирования элементарного начала Пятой симфонии Бетховины не жалуют. Не буду называть это достаточно серьезные музыканты. Есть к чему придраться, но с другой стороны есть чем восхититься. То есть мы по сути вещей можем препарировать вот эту типовую интенсионную форму, вот это интенсионное зерно, не обязательно изменяя его ритм, да, получается? Не обязательно. Все понятно. Спасибо. Разумеется, то, что мы сейчас послушали, посмотрели, это некие наброски, это неоткрытый урок, это то, что называется лабораторные опыты, отражающие скорее одну из важных, но все-таки частных составляющих общего процесса. Обучение музыке само по себе таинство, обучение сочинения музыки, таинство в квадрате. Я не уверен, что этому можно обучить. Я не уверен, что это вообще, строго говоря, наука. Но все виды и формы человеческой деятельности так или иначе построены на том, что накопленный опыт фокусируется и передается из рук в руки в виде алгоритмов, в виде технологий, в виде сухой выжимки и в виде ощущений. Без ощущений бесполезно заниматься этим делом. Ощущение самое главное. Но ощущение без технологий, ощущение без аналитики, без понимания – это тоже в значительной мере лишняя трата усилий и времени. Поэтому в идеале композитор – это существо, которое может понять как, может дать представление о том, что, но без исполнителя-интерпретатора, без общения с кругом слушателей он не существует. Как я шучу в кругу друзей, музыка – это повод для общения. Поэтому в ситуации всеобщего разобщения музыка в любом виде однозначно обречена на умирание. И нужно делать все для того, чтобы общение во всех допустимых и возможных формах продолжалось. Коллег с коллегами, сочинителей с интерпретаторами, интерпретаторов с публикой, публики с публикой, ученика с учителем, а учителя с учеником. И из этого вырастает и осмысленная интонация в повседневной жизни, и осмысленная интонация в музыке. А уж как она найдет или не найдет своего конечного потребителя – это такой многоуровневый процесс, в котором я не берусь разобраться. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...